Всем привет! С вами Megabzor.com. Не так давно мы изучали недорогой микрофон TronMax M9 Fireball с кардиоидной диаграммой, там USB-подключение. Сегодня продолжаем изучение модельной линейки и посмотрим продвинутый TronMax M-Drill Dome Plus. Естественно, он будет стоить немного дороже, но стоимость тоже остается адекватной. 3500-4000 рублей в зависимости от магазина. Комплект его включает USB-C кабель, наклейку с логотипом, руководство пользователя. На коробке можно обратить внимание, что он поддерживает частоту дискретизации до 96 кГц. Выставляется микрофон с установленной подставкой. Выполненная из металла, состоит из U-образного кронштейна и основания круглой формы. На этом креплении микрофон стоит устойчиво на ровной поверхности. За счёт веса, который даёт металл, обеспечивается хорошая устойчивость и надёжность конструкции. Можно изменять угол наклона капсюля микрофона, сам он зафиксирован по краям. Основание микрофона съёмное, его можно открутить, и так мы получаем доступ к возможности установки на микрофонной стойке. Тут распространённый тип винтового соединения. Капсула TronMax M-Trill Dome Plus. Овальные формы. Общая габарита микрофона компактная и выглядит стильно. Хорошо смотрится в кадре не только за счёт формы, но и металлической сетки с дополнительно стилизованной накладкой. С фронтальной стороны барабан регулировки, отвечающий за смену режима работы. К каждому из них соответствует отдельное положение, и средний его выключает. Отдельный регулятор для проведения мониторинга микрофона. Для этого можно будет подключить наушники к аудиоразъёму. Периметр регулятора подсвечивается. Эта подсветка наглядно отображает текущий его статус. Микрофон съёмный, используется актуальный тип USB-C. Интерфейсный кабель с защитной нейлоновой оплёткой. Мы эксплуатировали микрофон как с комплектной стойкой, так и установив на микрофонную. Tron Max Zoom S3. Тоже будет приклеено. Посмотрите, добротная стойка. Первый вариант. Не требует дополнительных расходов. И хорош, когда есть достаточно свободного места на рабочем столе. Или когда микрофон используется только периодически. Микрофонная стойка станет хорошим выбором при регулярном проведении стримов или записи аудиодорожек. Этот микрофон поддерживает частоту дискретизации до 96 кГц. 24 бита. Есть два типа рабочей диаграммы. Кардиоидная и всенаправленная. Первая для записи голоса только с одним ведущим. Всенаправленная, когда участников несколько. Например, при проведении видеоконференции. Для работы микрофон не требует установки драйвера. Он определялся софтом Skype, Twitch, OBS, Discord, Xplit и многим другим. Тестовая запись велась с помощью программы Adobe Audition. Мы выставили частоту дискретизации 96 кГц. Остальные настройки не менялись. Предлагаю оценить, как работает микрофон. И, собственно, выводы по микрофону вы можете сделать сами. Отпишитесь в комментариях. Лайк и подписка приветствуются. А теперь прослушиванию аудиотрек. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Тестируем микрофон TronMax Midril Dam Plus. Раз, два, три, четыре, пять. Так, отойдем на сантиметров еще на двадцать. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел задчик погулять. Тест микрофона TronMax Midril Dam Plus. Раз, два, три. Так, попробуем задний стран сказать. Раз, два, три. И давайте еще раз послушаем, как звучит в режиме кардиотный. Кстати, когда всенаправленный режим стоит, горит у нас зеленый цвет.